Более 70 юношей и девушек прошли предварительный отбор и специальную подготовку, чтобы попасть в ряды участников городской военизированной игры. Зорница появилась в далёком 1967 году, но до сих пор остаётся популярной среди школьников. Участвовать здесь почётно, а победить задачи не из лёгких. Я в этом мероприятии участвую первый раз. Я давно слышал о нём, так как у нас школа большая, и выпусков тоже у нас было много кадетских. И ребята участвовали, и рассказывали намного про это мероприятие. Мы готовились, нас заранее готовили с апреля. Тренировки были, так сказать, очень сложные, но всем дружным коллективом мы справлялись. Сегодня у нас принимает участие более 70 человек, более 7 команд, где ребята себя попробуют в таких соревнованиях, как спортивная эстафета, как разборка-сборка автомата Калашникова, стрельба, интеллектуальный конкурс, квиз. Также проверить себя именно в военно-строевой подготовке. Я думаю, что это очень важное и нужное мероприятие для ребят, как для будущих защитников своей Родины, своего Отечества. И сегодня это хороший урок, хороший этап их жизни. У каждого отряда своя специальная форма, но одни на всех строгие правила и требования. Судят каждый этап лично военнослужащие из 38-й бригады. А потому маршировка на высоте, строевой шаг чёткий и слаженный, хоть сейчас на парад. Служба у нас так горят! Вместе идём в строю! Когда дети занимаются, они уже на данном этапе владеют этими навыками. Мы рады тому, что у нас растёт достойная смена защитников Родины. Мы очень рады, что в этом году всё-таки мы собрались на территории бригады. Мы очень рады тому, что у нас представители многих школ участвуют в этой игре. И рады, что откликнулись школы, что приняли участие в этом мероприятии. Участники выступили в смотре строя и песни, военно-спортивной эстафете, интеллектуальной игре и не только. Ну а победили сразу две команды от средней школы номер 35 города Бреста.